о коллеги мы с вами готовы начать а возможно даже продолжить тему вчерашнего дня я буду рада признательна если кто-то напишет что он был вчера и сегодня и сегодня у нас тема также она будет про днк личного бренда то есть из чего же состоит личный бренд возможно какие-то темы мы повторим вчерашние возможно мы какие-то темы затронем новые но сегодня будет много практических занятий и давайте начнем я представлюсь меня зовут вера ротова я эксперт сети world gym russia маркетолог с опытом более 18 лет опыт продаж маркетинг я являюсь номинантом премии человек года 2022 являюсь экспертом и ментором в активации личного бренда для топ лиц ну и всегда наверное топлю за то чтобы максимально большее количество людей бизнесов активно процветали развивались и вместе вот в этой коллаборации вот в этой синергии мы вместе делаем этот мир лучше и сегодня я буду говорить про инструмент маркетинга да про инструмент личного бренда я говорила уже на прошлой встрече на возможно тот сегодня новенький что маркетинг за много лет претерпел изменения как наверняка и ваши фитнес инструменты то что раньше мы считали что правда в первой инстанции сейчас мы уже понимаем что возможно что то не так что то меняется изменяется ну и конечно сейчас мы живем во время переизбытка информации не только информации в переизбытке услуг переизбытки причем друг коллеги качественных услуг хороших услуг мы живем во время жесточайшей конкуренции если мы не умеем правильно использовать эту конкуренцию то мы губим и свой бизнес и часто бывает что мы просто всю нишу губим неправильным своим каким-то поведением вот а если мы правильно смотрим на конкуренцию то она нас всегда вдохновляет воодушевляет помогает смотреть на шаг на несколько шагов вперед дает расслабиться ну и конечно дает почву для размышления а как же нам выделяться среди конкурентов таких же как и мы и конечно же вот один из инструментов это личный бренд это ваш проявленный личный бренд и сегодня мы говорим на тему личный бренд тренера детского тренера про то как не важно кстати взрослого или детского про то как выделяться про то как сиять на небосклоне спортивного олимпа и как же сделать так чтобы действительно родители хотели именно к вам ну и вначале немного философия объясню почему потому что когда мы начинаем работать над распаковкой личного бренда когда мы начинаем вот работать в эту сторону то конечно очень много сомнений а что вам не такого а что я такого говорю чего еще нету да по моей теме уже написано столько книг столько роликов бесплатных на ю тубе столько информации или вообще я просто новичок то есть огромное количество поднимается программ установок сомнений убеждений да вот прежде чем мы можем распаковываться и на самом деле а первый этап практически в ста процентных случаев это работа синдромом самозванца я всегда говорю да что каждое утро солнце даже не сомневается зайти ему или нет море ни секунду не думает насколько она соленая прохладная сейчас она штормит и при этом нравится ли она той публике которая лежит на пляже или надо как-то все-таки убавить свою громкость горы стоят веками не мучаются сомнениями насколько они хороши правильный ли оттенок левой скалы или надо было бы потемнее к чему это я все потому что как только мы начинаем проявляться как только мы берем камеру в руки начинается да я несу какую-то чушь о боже мой мой нос слишком огромный он не помещается в экран нет нет я сегодня не накрашен а не в форме у меня мешки под глазами я не так одет и так далее вот эта история которая вас разочаровывает в самих же семье когда вы 500 раз сняли stories но так ни одну и не выложили десять раз хотели подойти к директору чтобы предложить возможно какое-то новое направление может быть какую-то афишу да со своим изображением но так и не решились поэтому первое про что стоит задуматься это конечно насколько я в себе сомневаюсь вот какие во мне такие есть убеждения страхи о моей никчемности профессиональной ненужности профессиональной обыденности что я вот не могу взять и как звезда вообще просто появиться на всех экранах коллеги это правда важно потому что именно вот это нас сдерживает именно вот эти сомнения а ведь что происходит еще да даже если ты вдруг переборол себя смог выйти в эфир в stories ты где-то выступил да то что происходит с ближним окружением сразу начинается ой да ты что там блогером заделался ой да тебе чё время девать там деньги девать некуда иди лучше тренируй и так далее то есть а мы находясь неустойчивой позиции то есть мы еще и не супер уверены что готовы себя проявлять громко о себе заявлять но уже и не стоим там где мы были тихими негромкими незаметными и вот когда у нас вот это идет колебания она с поля начинает расшатывать до добавляя сомнений осуждений и так далее то конечно нам проще провалиться и вернуться в тот паттерн поведения в котором нам привычно в котором мы много раз были да поэтому на своем опыте я видела сотни десяток заброшенных аккаунтов сотни десяток каких-то разочарований в себе и так далее так далее но ведь ваш успех будет определять количество ваших попыток поэтому коллеги я призываю вас всех просто начать светить ярче я всегда говорю про то что давайте вот прямо сейчас я вам раздам виртуальные такие тряпочки которыми натирают стекла чтобы они блестели и вот ваш внутренний бриллиант мы начнем натирать столько сколько нужно чтобы он светил во всю мощь и еще больше призывал приковывал внимание ваших потенциальных клиентов и так что же входит днк нашего личного бренда да это несомненно накопленный опыт а это я всегда говорю что не бывает ну вот например двух одинаковых маркетологов но к примеру так как в этом чате я пока знакома с собой больше всего лет да я буду приводить примеры на себе например я в прошлом журналист я в прошлом мне педагогическое образование далее ну естественно это образование связи с общественностью и так далее так далее то есть кто-то из маркетологов возможно только маркетолог кто-то из маркетологов фотограф маркетолог да и это всегда будет такой вот какой-то необыкновенный возможно невидимый с первого раза для вас но божий рощерк то есть не бывает одинаковых маркетологов все равно была какая-то аутентичность аутентичность пути аутентичность взглядов аутентичность насмотренности до опыта и возможно как раз вот я стала тем маркетологом который активирует личный бренд помогает простраивать стратегию помогает пройти путь от темной лошадки до звезды легко воодушевление в любви к своих себе и к своему таланту кто-то из маркетологов сидит в кабинете и считает цифры кто-то стал диджитал маркетологом и работает в онлайне огромное количество вот как раз вот это вот вариантов поднишиваться да и заявить о себе на рынке также как и у вас но и следующий момент а также как и вам кажется я также уверена что по маркетингу тоже написано огромное количество книг есть огромное количество безумно безоплатной информации но вы сидите здесь вы слушаете меня то есть человеку нужен человек возможно вам нравится но что-то во мне да то есть может быть то как я говорю то что я говорю да то есть вот я живая вот я здесь для вас поэтому личный бренд то есть та информация которую везде много пропущенное через ваше естество это всегда будет преимуществом людям нужен человек люди сходятся с людьми по харизме по взглядам на жизнь по энергетике почему например оффлайн встречи и не знаю будоражит почему люди там омурашиваются запоминают это надолго потому что это энергетика когда мы не просто профессионал а когда мы еще вот я я человек да это всегда очень круто поэтому ваша вот эта неповторимость она несомненно важно возможно вы скажете те же вещи что люди прочитают в книге но эффект будет абсолютно другой ну и а пора проявить личный бренд и как же это сделать давайте мы поговорим ну и раз сегодня мы говорим о том что все таки надо как-то поработать с синдромом самозванцы я вам сейчас быстро дам а инструменты небольшие упражнения которые позволят вам сесть и немного стабилизировать свое состояние что это значит вот смотрите друзья синдром самозванцы он всегда будет рядом с вами это как любая другая другое чувство как страх например да но очень важно чтобы вы все под соблюдать пропорции чтобы вы всегда были большими а вот синдром самозванца маленький потому что тогда вот в этой сцепки в сцепки вот именно таких размеров вы сможете не провалиться в эмоции да когда синдром такой самозванца большой и он вас поглотил а вы сможете просто посмотреть на это рационально как на подсказку например чего я боюсь так да я вообще же никогда не выступал я не смогу значит эта подсказка что возможно надо обратиться к эксперту по ораторскому искусству возможно надо написать создать с дизайнером свою презентацию да упаковать себя да вот это очень важно когда вы большой а синдром самозванца маленький совсем от него избавляться ну на мой взгляд это конечно и невозможно но и во-вторых не нужно он вам всегда будет маяковать и подсказывать где то черная дыра в которой вам надо подрасти вырасти и уже более уверенно двигаться дальше надеюсь понятно первое это социальное доказательство да то есть это вы пишите пожалуйста все свои скиллы где вы обучались сколько вы обучались какие вы курсы прошли сколько вы книг прочитали сколько вы часов тренерских отвели и так далее так далее потому что когда человек говорит да я же вообще так вот только но мы начинаем его распаковывать видим огромный бэкграунд если вы еще это посчитаете в деньгах а сколько вы потратили на эти обучения а сколько вы потратили то мы не знаю на книги на курсы и так далее то вы увидите что ваша ценность она давно там не 500 рублей на рынке она гораздо выше следующий важный момент зацикленность на ошибках есть такое вот теория красной пасты когда мы приходим в школу и нам исправляют ошибки красной пасты то есть нас самого а уже там детства фокусируют на ошибках но почему-то никто не выделяет то что мы сделали правильно например зеленый пасты и не знаю ярко-розовый да вот такой барбикор да может быть там не знаю небесно-голубой чтобы мы видели а какие мы молодцы а сколько всего мы сделали правильно как же это круто вот поэтому я вам предлагаю сегодняшнего дня просто закупиться или зарядиться мысленно яркой красивой пастой и начинать выделять то а где я молодец а где я прям супер и готов сам себе пожать руку следующий важный момент это отзывы а очень часто бывает что ну клиент пришел ушел до привели ребенка увели ребенка и вот мы не получаем той обратной связи возможно мы не получаем ее в том объеме в котором мы отдаем вот очень важно не бояться инициировать эту обратную связь например написать а светлана как вам сегодняшняя я заметила что вы сегодня там уже динамичнее приседали на к примеру да там сократили время там возможно там бега дистанции согласитесь это супер результат в нашей работе да то есть иногда вот нужно прям у человека спросить скажи же я крут да вот очень часто бывают такие клиенты жадные на эмоции да вот у них может быть просто вот такое спокойное лицо и ты вообще не можешь понять ты хорош или не хорош в этой коммуникации и когда мы спрашиваем вот эту обратную связь причем выделяя какие-то важные моменты то это всегда круто например я на своих обучениях или после персональной консультации всегда говорю что тебе понравилось больше всего что ты забираешь с собой в работу и если человек не может это сделать да то я ему помогаю чаще всего я прям говорю пропиши шаги что будешь делать дальше что было ценно да и если это группа то группа делится инсайтами и вы знаете таких пять минут вот этого признания вот этих лавров она иногда даже больше эмоционально докладывает вас из того что вы сейчас выложили для клиента и вы такой ух заряженный идете дальше это очень круто тоже работает следующий момент проанализируйте своих конкурентов когда нам кажется ой да я чё там да вот мы как будто бы в конкурентов боимся посмотреть да как будто бы вот там столько боли что я сейчас пойду посмотрю опять же вижу что я не самый лучший и разочаруюсь в себе же но по опыту я вам точно коллеги могу сказать когда мы делаем это упражнение с нашими клиентами на занятиях они вдруг смотрят и говорят оказывается то я один из лучших а оказывается здесь то у меня вот так вот а здесь то вот так да я вообще такой да знаете прям вот это плечи выпрямляются да шея вырастает и сразу видно что клиент намного становится увереннее а вы же понимаете что все таки все рождается из энергии из какой энергии мы это делаем из какой энергии мы идем да ну там и результат если честно я могу сказать что когда я организую проекты и я чувствую что во мне нет вот этого настроя сегодня я даже не работаю с партнерами потому что я знаю что я не смогу продать ну не знаю проект коммерческое предложение потому что я его не зажгу потому что я пока сама не зажжена достаточно это очень важно зарядить себя так чтобы прямо вот пойти и отработать на все сто книга личной благодарности вот на самом деле не принято у нас как-то хвалить не принято хвалить детей не принято хвалить коллег больше как-то даже все планерки собрания а не про какие-то факапы про какие-то там ситуации не очень хорошие и так далее но всегда у вас есть вы и вы можете сами себе завести книгу личной благодарности можете записывать вечером да за что вы себе сегодня благодарны у меня есть классное упражнение ну как-то наверное может быть из-за нехватки времени я не пишу вручную хотя не отказываюсь тоже от этого способа это декомпозиция дня когда я ложусь например и проживаю свой день с утра ну заново то есть я например так вот я с утра пошла на тренировку слушай ну супер супер так потом я поехала на встречу с клиентом так вот здесь вообще классно отработали да и во первых день становится прям еще раз шире да я прям смакую его проживаю отмечая как раз вот эти плюсики галочки какие-то аплодисменты да себе ну вот каких-то личных достижениях не только профессиональных а там не пропустила тренировку там и так далее и так далее вот это тоже прикольное упражнение которое помогает вернуться в осознанность которое показывает да и вообще-то ты не ноль с палочкой да смотри как круто сегодня ты прожила такой просто офигительно неповторимый день в котором твой профессионализм развернулся во всей красе да вот раз доказательства вот два вот три и когда у вас вот это контакт с внутренней опорой будет налажен все внешние там изменения кто что скажет кто что подумает ну как бы это вот вообще не будет вас касаться следующий важный момент возможно здесь есть такие практики которым ой вера да там это конечно все хорошо твоя рефлексия да но 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 да это вот как раз наш ум который требует доказательства вы можете сделать таблич табличку я знаю я могу я умею да вот просто когда вы это оцифруете да весь все свои профессиональные скиллы да вы вдруг поймете что да вы классный да вы столько умеете вы столько всего знаете у вас столько всего получается вы точно можете себя продавать вы точно можете о себе заявлять вы точно интересны этому миру следующий важный момент это анализ ближнего окружения к сожалению к счастью я не знаю очень часто как только мы начинаем расцветать мы начинаем сиять мы начинаем громче звучать у нас отваливаются друзья подруги вдруг коллеги с нами перестают здороваться да и даже порой дома там муж жена или родители говорят о том что да где ты вечно пропадаешь да тебе делать нечего да что там ты блогером заделался да вечно ты опять куда то лечи летишь бежишь и так далее вот очень важно понять кто вас умоляет да то есть кто делает вас меньше а потому что ну это недопустимо коллеги потому что надо все растет в благодатной почве то да то есть если мы поливаем цветок он растет если мы не поливаем цветок он завянет так вот не допускайте к своему цветку к тому что вы новое посадили и сейчас должно вот распуститься и просто для любования в этой оранжереи да не позволяйте вот топтать как то вот забрасывать ненужными камнями да вот это вот все что с этим делать да понятно что с друзьями мы можем разобраться с кем-то мы можем перестать меньше общаться с кем-то мы можем вообще свести общение на ноль что сделать с друзьями близкими родственниками мамой там папой мужем но первый момент понятно что нужно поговорить я всегда говорю что все вопросы решаются через рот да как бы это банально не звучало просто сесть поговорить насколько это важно для вас почему это важно и как вам важна сейчас их поддержка потому что по опыту чаще всего они так говорят не потому что они так думают да но там мама может переживать потому что вы много работаете и там ну не знаю у вас мешки большие под глазами муж может просто переживать что в очередной командировке вы там встретите другого принца и ускачете с ним в невидимые дали как бы да то есть за всей этой агрессии всегда стоит не проговоренность и страх поэтому с кем вы хотите идти дальше мы обязательно это проговариваем ну как бы вот эти условия да вот вот эта поддержка но по крайней мере можно всегда сказать для меня это важно ты хотя бы не мешай вот это да потому что очень сложно и расти в новом и еще отбиваться да вот это вот конечно всегда энергозаправленно следующий важный момент с которым вы тоже столкнетесь лавры это не прогордиться а вот эта вот история не выделяйся будь как все что-то вечно там лезешь куда тебе не надо да вот это вот история это плохая история мы все привыкли слышать про то что быть серой какой-то вот не яркой массы не выделяться не проявляться это всегда правильно но когда это было правильно я всегда говорю что видела твоя бабушка там марфа петровна когда смотрела в окно свое деревенское окно да и вот дает себе сейчас такие советы какую она жизнь видела и что сейчас происходит вот поэтому сейчас время сиять время зажигать время заявлять о себе громко потому что если даже бутылка кефира на полке ярче чем ты ну простите как вот поэтому а мы же все будь скромнее да зачем ты так говоришь да и вот там огромное количество программ страхов вообще конечно лавры это про не гордиться лавры это про вдохновлять потому что вот я вам по себе могу сказать как только я что-то выложу возможно какой-то свой там кэмп куда-то съезжу на три дня классно я возможно какое-то обучение пройдут а люди начинают записываться даже люди начинают туда же покупать билеты потому что они со мной проживают этот момент сначала как бы так виртуально а потом они хотят это повторить да конечно есть люди которые говорят о том что ну как бы критикуют осуждают и так далее но есть и другие и вообще если у вас есть вот этот коннект с внутренней опорой да всегда будет проще конечно же ну как бы не обращать на это внимание страх оценки да вот это вот что скажет княжна мария там андреевна да из из-за великого там русского произведения или так ее там звали вот вы знаете он есть он есть у меня было случаи когда мы живем в своем доме то есть у нас дом рядом с тем где я выросла и получается что все соседи как бы ну я росла с ними да и росла там такие не шикарные девяностые и когда у меня родился второй ребенок и он с няней оставался и чтобы работать мне надо было по несколько раз ездить на такси я тогда еще не водила машину и я никогда не думала что я боюсь страха осуждения соседей этих теть дядь родителей моих друзей но в какой-то момент я поймала себя говорящий водителю ой остановите пожалуйста где-нибудь там я пешком да я прям схлопнула вот такой инсайда что соседи смотрят в окна они все пенсионеры видят что я уже пятый раз там приезжаю на такси ну что то там наверное есть какой-то страх что там и денег девать некуда что там еще что то хотя да я это делаю просто чтобы работать с маленьким ребенком и так далее я вот там хотела добежать там с какого-то угла да чтобы вдруг знаете я прям тут же записалась на сессию психологу чтобы разобрать все это потому что конечно многие наши модели поведения они из бессознательного да и нам очень сложно отследить и вот себя отслоить как бы да где мое где не мое поэтому если это действительно важный вопрос вот то о чем мы говорим ну казалось бы так поверхностно там казалось ну нет это нас не пускает в развитие это нас тормозит сиди на месте не высовывайся не выпендривайся это действительно так ну и всегда я говорю про то что ну проиграйте самый плохой сценарий ну вот вам надо выступить вы боитесь вы считаете себя еще не готовым незрелым неинтересно но что самое страшное случится ну что вас закидают помидорами вас позором освистят ну вряд ли как вы знаете я помню свое первое выступление оно было в университете я была тогда студенткой начальных курсов и мне сказали вот на кафедре перед всеми надо защитить какую-то работу в которой вообще что-то плохо понимала и я помню это свое парализующее состояние мне казалось это действительно так я могла только читать я вообще не связано что-то говорила и что бубнила но коллеги если бы я после того случая разочаровалась в себе я бы не стала тем спикером который сейчас выступает по всей россии которая там выступает но не знаю там с радиславом гандапасом на одной сцене и так далее и так далее если бы я тогда поверила то что я там не смогу и так ну посмотрите как заложено природой ребенок начинает не сразу ходить он начинает тренироваться учиться пробовать ошибаться но ведь ребенок когда в очередной раз упал он же не остался лежать до 30 лет 50 он продолжает количество попыток и эволюционирует здесь то же самое понимаете если вас будет парализовать страх оценки то никакой профессиональной эволюции не произойдет ну ребят мы живем один раз я думаю что все не бессмертные и и тогда я смотрю и думаю господи человек наверное хочет прожить пять жизней потому что вот ему там 20 там 30 40 он пока никак не проявляется никак не зажигает себя никогда вот ну живет как-то серенькой жизнью коллеги мы не бессмертные однажды я услышала такое выражение которое меня очень вдохновило одного из там я даже не помню да у кого спросили а вы не бояйте вы не боитесь так часто летать на самолетах на что человек ответил что я боюсь не летать здесь то же самое а не боитесь ли вы там ну не знаю там так выступать так сиять так блистай вот и можно как раз сказать что я боюсь не блистать я боюсь прожить серую посредственную жизнь так и не реализовав свой потенциал понимаете это очень важно так ну что едем дальше еще несколько упражнений которые наверняка тоже вам понадобятся понравится кстати делать их все абсолютно не надо вы можете выбрать два три варианта которые подходят именно вам и просто вот отработать их для себя конечно можете прогнать по всей схеме я надеюсь вы скрините слайды я надеюсь что вы это себе сохраняете что-то записываете конспектируете и проработаете вот для вас легко для других космос коллеги инсайт казалось бы да ну очевидная вещь очевидная вещь что кто-то в чем-то лучше кто-то в чем-то хуже она в одном и том же зато лучше другом но например лично даже мне очень долго было непонятно почему меня назначают на какие-то высокие должности почему меня там предлагают какие-то очень крутые контракты у меня было реально ощущение что они ошиблись это вот вообще не знаю это даже не какой-то аванс в сторону моего профессионального будущего это просто их ошибка а как мне жутко было неудобно перед коллегами когда например там из пяти человек меня назначали там руководителем отдела а их не назначали мне было жутко я готова была оправдываться я говорила ну наверное сейчас вот я потом ты будешь вот это не признание своего мастерства это прям огромная такая вот профессиональная боль у многих то есть им кажется что они такие посредственные они такие обычные и ничего необычного в них абсолютно нет коллеги это не так вот когда мы влюбимся в себя в заново когда мы эту уникальность примем вот нашу аутентичность присвоим все вообще будет по-другому развивая сильные стороны слабые делегирует коллеги вот это как в командах точно также лично с собой я не очень например люблю вернее не так я вообще не люблю снимать видео монтировать какие-то спецэффекты обрабатывать для меня это просто вообще трата времени а так зачем я буду этому учиться это мне не приносит ни удовольствия ни кайфа я не у меня нету там азарта у меня нету там любопытства мне там нету ничего кроме вот этого напряжения излишнего которое создает там очередная мысль что надо пойти снять рилс к примеру так у меня для этого есть специально обученные ребята которые влюблены в это я и могу написать 12 ночи ребят надо снять срочно обработать это видео они это делают поэтому всегда развивайте свои сильные стороны чтобы максимально потом дальше уйти самый дорогой час не надо быть многоруким многоногом да не надо уметь все не надо зачем как-то слышите себя слушайте себя и вкладывайтесь в то от чего у вас мурашки глаза горят и где ваше вот любопытство интерес ну и так далее вот следующий важный момент это выписать ваши таланты и соединить с потребностями мира потребности мира очень сильно меняются например да приведу два примера давайте самый банальный вот представьте я плиту лапти ну вот лапти из бересты может быть вы видели да там в которых ходили может быть 100 200 лет 300 если я вдруг решу где-то в центре москвы открыть магазин обувной с лаптями то скорее всего я прогорю но если к примеру я открою ну там на каком-то там сайте аутентичном ну как бы свой свое направление так где покупают сувениры и так далее скорее всего я выиграю вот а если бы это было 200 лет назад то тогда ну конечно как сувенир бы сувенирные лавки бы этого не поняли а вот как обувь это бы забрали вот то же самое например у меня есть девочка которая работала диктором на радио и к ней обращались чтобы поставить голос ну например там руководителя директора это была какая-то редкая работа вот подготовить там конференции к выступлению там их защите проекта вот но после того как все начали снимать stories она просто озолотилась да она вдруг поняла что не надо ждать этих раз в месяц клиентов а надо просто запускать массовый продукт потому что по сути вообще люди вот как только вот так включают камеру и начинают что-то говорить то вот это получается никто не может сказать то есть это работа со словами паразитами работы с артикуляционным аппаратом да это ваша ну как бы ваши разговорные словарик да что вы не два слова говорить да у вас богатый словарный запас да вот поэтому здесь очень важно да здесь очень важно чтобы вот именно была потребность мира ну к примеру давайте на тренера то есть сейчас например очень популярно записывать там ролики в тик токе и вот у нас там тренер в детском клубе она запустила там курс группу по бок где они учат вот эти короткие танцевальные связки все это снимают им классно сейчас там очень большая проблема это сколиоз у детей потому что все в телефонах и так далее поэтому мы там запустили группу усталые портфель чеки да в конце сезона и он тоже классно продался потому что но он был актуализирован что весь год там носили портфели и так далее так далее я не знаю может быть ваш фитнес если вы классный фитнес тренер и страниц девчонок научите их там добавьте один урок в ваши персональные занятия по позингу да то есть чтобы они красивые какие-то позы как на мисс бикини занимали да и вы будете лучшим тренером потому что они получат самые крутые фотки и захотят к вам ходить ну надеюсь понятно объяснила выбор ниши сильные стороны да то есть важно в чем вы уже преуспели да что у вас лучше получается где ваше удовольствие вот вообще конечно два таких индикатора это деньги и удовольствия бывает когда мы что-то начинаем мы идем на удовольствие то есть мы хотим это делать вообще без разницы платят нам за это не платят мы хотим это творить а бывает когда мы такие уже вроде как нету такого драйва не блестят так глазки но зато регулярные деньги все понятно в идеале конечно когда есть деньги и удовольствие и вот вы можете даже если вы на стыке если вы сомневаетесь Вы можете несколько направлений выписать, просто сесть, глаза закрыть, не включать ум, расслабиться и просто спросить себя, какая цифра от 1 до 10, если я хочу заниматься, например, вот этим видом или вот с этим клиентом. И тело вам всегда подскажет, направит, и, конечно, нужно заниматься только тем, от чего у нас мурашки, потому что на что-то посредственное тратить много энергии, много сил и так далее, мы не сможем даже за большие деньги со временем. Преданность идеи, да, вот просто в разрезе года посмотрите, готов я этим заниматься в разрезе года, если да, то можете прям активно развивать свой бренд, рассказывать, быть именно этим экспертом, да, может быть, через год вы вообще смените нишу, может, вы захотите что-то добавить, расширить, изменить, да, вот. В чем вы узкий эксперт, это очень важно, да, может быть, у вас есть какие-то стыки, вы, например, и тренер, и нутрициолог, да, может быть, вы тренер и фотограф, да, ну и так далее, и так далее. Какую боль вы можете закрыть, ну и тренд, что сейчас набирает обороты, это как раз вот про соединить вашу, ваш талант с потребностью мира, следите за трендами, смотрите, да, вот, куда, откуда это веет. Вот, на самом деле, ковид задал очень много трендов на здоровье, да, на долголетие, и сейчас в целом, как бы, весь фитнес, ну, в таком достаточно большом преимуществе. Посмотрите, например, на богатых людей, на бизнесменов, да, они сейчас очень активно заходят в спорт, вот сейчас, ну, как бы, меняется вот эта история, что раньше все пили в дорогих ресторанах, сейчас все встречаются там на теннисном порте, на триатлонах и так далее, может быть, вы станете специалистом для бизнесменов, да, то есть, и вот какой-то такой узкий продукт сделаете для них, когда там за короткое время они могут там прийти в форму, там, снять стресс и так далее, так далее, так далее. Поэтому изучайте себя, изучайте, вот, ну, как бы, то, что нравится вам, от чего екает сердечко. Если вам сложно, если вам сложно, вообще все непонятно, все сделали, и все равно остаются сомнения, опросите ближнее окружение, да, вот, как они вас видят, какие ваши качества, преимущества и так далее. Проанализируйте свои действия. На уровне действий все равно мы достаточно, ну, предсказуемы, да, то есть, если я посмотрю, что я сделала за предыдущий год, то я пойму, что мне нравится делать в целом, как бы, да, вот. Ну, и вообще оценочная призма через всю жизнь, например, да, мне всегда, я всегда учила всех, да, я всегда вдохновляла, учила. Я помню, когда мы были девчонками, и там были разбитые сердца, мне все время подруги говорили, Вера, тебе надо пойти на психолога, да, ты вот умеешь слушать, ты умеешь вдохновлять, да, вот, повспоминайте, повспоминайте, что говорили вам, да, ну, и как я могу поднишиваться. Я всегда говорю, что, несомненно, там, хирург левого уха, это более понятное, например, и к нему пойдут точно клиенты его, те, у которого болит левое ухо, нежели если это терапевт, к нему идут все подряд, а ему не все нравятся, он не во всем силен, да, ну, вот это вот очень важно, поэтому подумайте, да, все вы здесь тренера, вы здесь, да, я не тренер, вот, все вы здесь тренера, кстати, у меня спортивная династия, наверное, поэтому я люблю тренировки и люблю обучать фитнес индустрии, у меня папа спортсмен и сестра старшая, она чемпионка мира по дзюдо, ну, в прошлом сейчас уже международный судья и там свои клубы спортивные, поэтому, которые я тоже ей помогаю развивать, поэтому история такая, что вот все мои спорты, да. Следующее, ну, вот кто был вчера на занятии, я могу повторить, кто вчера на занятии не был, обязательно посмотрите в записи, потому что эти два, эти две встречи усилят вас, более там, еще развернут картину, да, по личному бренду перед вами. Конечно, это шапка профиля, что я могу про себя рассказать, да, это какие-то амбициозные фразы, ну, не знаю, там, постройнил только за прошедшие полгода, там, 150, там, девушек нашего, там, региона, да, например, или подготовил к фитнес-бикини, или там мои номинантки в фитнес-бикини всегда уходят в коронах, да. Может быть, какие-то цифры, сколько лет вы в индустрии, какие вы обучения прошли и так далее, да. Презентация в лифте, да, то есть всегда помните про то, что у вас есть всего несколько секунд, чтобы произвести впечатление, и это должна быть такая фраза-стрела, да, такая вот прям самая сердечко, да, чтобы и сразу дайте телефончик, да, и сразу вот, ого, как вы интересны, да. К сожалению, коллеги, время не позволяет прям приводить достаточно много примеров, но, поверьте, такие фразы тоже существуют, в любой индустрии ее можете вы создать сами. Развивайте свою насмотренность, вдохновляйтесь об коллег, смотрите, не обязательно из своей ниши, это может быть какие-то пограничные ниши, это могут быть вообще какие-то топ-блогеры, да, транссеттеры, отрасли, ну, то есть много всего, где можно прям вдохновиться, подумать и создать такую фразу, которая не, ну, не знаю, такая посредственная, которая сразу про результат, про желание обратиться именно к вам, ну и так далее. Какое ваше основное позиционирование, кто вы, про что вы, ну, и грани бренда. Что такое грани бренда? Понятно, что мы развиваем личный бренд через профессиональное, но когда мы туда добавляем что-то личное, ну, например, вы классный тренер, но у вас, например, есть собака, да, и вы показываете, как вы с ней там с утра гуляете, как вы ее там возите на выставку, и поверьте, все клиенты, которые также любят собак, захотят пойти именно к вам. А может быть, вы тренер, который помешан там на красивых завтраках, на атмосферных путешествиях, да, и помимо того, что вы соберете такую целевую аудиторию, вы еще и можете создать какие-то дополнительные продукты, да, например, спортивные кемпы, трехдневные выезды куда-то, да, там с атмосферным. Мне, кстати, нравится Полина Киценко, вот в Лужниках у нее свой Слифет Клаб, она, конечно, делает очень крутые кемпы, очень атмосферные. Я бы, признаюсь, честно, хотела бы когда-нибудь побывать, да, вот сейчас это по России, раньше это вот самые там топ-отели, где такие же сподвижники, единомышленники, как говорит она, не только занимаются, да, но и погружаются в атмосферу той страны, того места, куда приехали, общаются, там, завязывают новые знакомства, ну и так далее. Поэтому это очень круто. Так, шпаргалка готовности, то, что поможет вам проверить, можно ли себя запускать ракетой в этот мир, там, в чем моя уникальность, какие-то твердые факты, да, там, столько-то лет в индустрии, да, там, столько-то клиентов, личные драйверы, да, ну, то есть, а что меня вдохновляет, какая цель на запуск, да, что вы хотите, ну и какая глобальная цель, вот, какая глобальная цель у вас, ну, я не знаю, там, оздоровить все человечество, не знаю, сделать там онлайн-фитнес-школу, да, вот то, что действительно вот вас будет драйвить, мурашить, вдохновлять, помимо эсэмэски от банка, которая там ежедневно показывает какие-то выручки, да. Грани бренда личные, вот магнитивная личность, ваш медиаобраз, коллегия, личный бренд, это про синтез разных, как бы, образов, то есть, это речевой образ, как вы говорите, это стилевой образ, как вы выглядите, да, это, может быть, ваши фишки в образе, да, ну, вот всем, если я вам сейчас скажу черная шляпа, вы скажете боярский, да, если я скажу, там, ну, не знаю, там, красная помада, там, Рената Литвинова, да, ну, и так далее, и так далее, то есть, чем вы можете заикариться в сознании партнеров, это не обязательно эпатажный какой-то элемент, да, но, возможно, он будет, и люди будут запоминать именно его так, у вас так, у меня есть тренер по йоге Татьяна Ипринцева, она бегает все марафоны спортивные, и, знаете, какая история, история про то, что она всегда в яркой, красивой одежде, ну, она сама такая яркая, красивая, и она никогда не приходит на соревнования, там, в старой одежде какой-то, да, которую уже все видели, она реально закупает костюмы, да, ищет яркую одежду, и это всегда очень круто, и ее знают именно как тренера, который всегда просто как с обложки ВОГа, это очень круто, на мой взгляд, так, ну, что нам еще нужно, да, с вами, это первые гипотезы, да, то есть, а как я буду зарабатывать, как я буду проявляться, как я буду двигаться, на самом деле сейчас такое время, когда вот все вот в одну корзинку складывать не надо, да, вы протестируете, да, там, может быть, вот так, может быть, вот так, может быть, вот так, попробуйте, запустите, посмотрите на интерес, пойдут люди, не пойдут, как бы, да, вот, это очень важно, не надо прям все деньги сразу вкладывать там в свой онлайн-курс, или там, ну, я не знаю, там, в трехмесячный марафон по там стройности, возможно, на него вообще никто там не придет, а на какое-то другое направление там выстроится очередь, вот, обязательно контент-план, режиссура снимков, то есть, я говорила вчера очень много о том, что любые социальные сети, любая проявленность, это не что-то такое ситуативное, ну, хотя тоже возможно, да, это все продуманное, это все стратегически выверенное, да, это какие-то прогревы, это какое-то понимание, а зачем я вот это пищу, а зачем я это печатаю, да, как мы можем через снимки, через тексты влюбить в себя, в свою многогранность, показать разноплановость, это тоже все вот отсюда, да, ну, и, конечно, публичность в онлайн, это прямые эфиры, сторис, личные истории, отзывы, коллаборации, да, это все то, что вот расшевелит наше медиапространство, заставит обернуться в нашу сторону уже имеющихся подписчиков, клиентов, ну, и приведет новое, да, интересны всегда ваши уникальные продукты, что вы такого интересного, классного делаете, новые пути монетизации, план продаж, вовлечения, да, это обязательно, да, то есть недостаточно просто сказать, ну, вот я такой классный, вот я пришел, вот столько я лет в индустрии, вот я тут придумал такую замечательную идею, давайте все ко мне, коллеги, нет, я вчера много говорила о развитии и вкладе в маркетинговое мышление, только не только в себя, как в продукт, но и с точки зрения продаж и маркетинга, вот это вот тоже очень важно, ну, и нетворкинг наше все, сейчас один из топ-инструментов, это нетворкинги, знакомства, обязательно идите туда ярко, красиво, нарядно, либо запоминающиеся, я вот в прошлом году, ну, как, не в прошлом, да, в прошлом декабре получала премию в Москве Человек Года, и это было там, ну, в декабре, вот эти елки уже, да, и все девушки со всей России, ну, там, гости, предприниматели приехали, все были в платьях, преимущественно в черных, преимущественно в поэтках, ну, то есть вот просто такой вот черный зал платья. Я пришла в белом костюме, мало того, что это был костюм, не платье, он был достаточно эпатажного кроя, там были шорты, там, сцеплены с пиджаком, там, со штаниной, и вы знаете, вот, конечно, я стала неким таким центром притяжения внимания, да, потому что я вы, я была не как все, вот, поэтому никогда не будьте посредственны, всегда продумайте, как вы выглядите, как вы себя, ну, то есть вы уже становитесь своей, ведь это звонит телефон, да, то есть вы деляйтесь, да, и есть, конечно, огромное количество других инструментов, это выступления на мероприятиях, личные крутые ивенты, коллаборации с блогерами, то есть все то, что позволит вам постоянно, вот это, вершить лидогенерацию, да, чтобы постоянно появлялись новые клиенты, подписчики, фанаты, интересующиеся, вовлеченные, то есть огромное количество ресурсов про то, чтобы себя уже продвигать в медиапространстве. Коллеги, подведу итоги, сегодня мы говорили про то, что первое, да, надо побороть синдром самозванца, чтобы действительно в себя поверить, чтобы засиять вот ярче, чем звезды, да, практически, да, иначе это уже такая гордыня. Второй момент, мы говорили о том, не просто вот про эту решительность, да, решимость, решение, а мы говорили, как себя упаковать, да, как сделать так, чтобы это было вау. Ну, и третий момент, после того, как мы упаковали, поднишивались, поняли наш план там хотя бы на год вперед, уже мы начинаем вот прям семимильными шагами о себе заявлять в разных онлайн, офлайн источниках, прям вот не скромно сидим, да, а где-то даем интервью, где-то едем на выступление, где-то делаем, проводим тренировку для популярного человека, он про нас рассказывает, где-то там со магазином спортивного питания разыгрываем совместно там тренировку плюс банку там белка и продвигаем друг друга. Огромное количество инструментов, просто колоссальнейшее, которое поможет вам в ближайшее время засиять. Так, ну, а у меня кажется все, я буду рада, если вы мне напишите, подпишетесь, несомненно, коллеги, то, что я сегодня так галопом по Европам, это надо разбирать на цитаты, на действия, да, анализировать, но, по крайней мере, я вам сегодня показала путь, я вам показала маршрут, да, вот представьте, что вы пришли в турагентство и говорите, хочу в Армению, чтобы увидеть ее в лучшем свете, да, и вам говорят, а вот, пожалуйста, вот маршрут, да, вам еще нужно будет изучать, вам еще нужно будет вникать, вам нужно будет делать какие-то целевые действия, но вы уже видите, что это возможно, это будет, и это круто. Вот, я обнимаю вас всех сердцем, желаю вам яркого, классного дня, совсем скоро я буду выступать на конвенции в Минске, далее это Москва, Сколково, 14-15 ноября, если вы там будете, обязательно подходите, будем знакомиться, с селфи, сообщаться, если нет, пишите мне лично в директ, я отвечу на ваши вопросы, вот, ну и сияйте, коллеги, сияйте, никогда не соглашайтесь на что-то посредственно, действуйте, и вас точно ждет успех. Спасибо вам огромное, с вами была Вера Ротова, пока-пока.